здравствуйте господа начинаем сегодняшний вебинар сынок подожди немножко давай дожди чтобы она запустилась здрасте друзья сегодня начинаем наш эзотерический вебинар о появился ура спасибо спасибо итак меня зовут андрей андреевич дыко как всегда по пятницам я постараюсь провести вебинар который посвящен эзотерике сегодня мы будем говорить о личностном росте о материальном благополучии и о том на что приходится искать ответы но особенно в это время и так вы мне сейчас прямо можете задавать свои вопросы ваши вопросы я вижу в этом чате и с удовольствием на них сегодня постараюсь ответить насколько это возможно большое спасибо вам за ваше участие надеюсь моя информация которая даю будет для вас полезной и необходимой и так инночка здравия всем здравия желания сынок купил маленькую кофейню прибыли нет не можем продать не может продать подскажите пожалуйста какую-нибудь практику для продажи для продажи под а надо включить микрофон вы молчите так оказывается плохой звук и так еще раз здрасте здрасте еще раз сыночка здравия всем сынок купил маленькую кофейню прибыли нет не может продать подскажите пожалуйста какую-нибудь практику для продажи не только это расскажу я расскажу почему не продает кофейня кофе почему люди не заходят почему продаж нет почему все это не работает откуда это берется как с этим справляться все все расскажу сейчас нет от меня тайн никаких и так как продать и так для того чтобы продать кофейню необходимо 1 и и обвести и знать что кофейня она должна иметь какую-то часть второе когда кофейня как это сделать на расстоянии мысленно необходимо обвести кофейню так как будто это кофейня является шаром после чего наполнить этот шар радостью и счастьем радостью и счастьем а также начать любить на расстоянии эту кофейню говорит ой как я люблю как я этот стол как я люблю этот стул как я люблю еще что-либо следующее представить будто к вашей кофейне идет большое количество путей то есть сказать себе пусть к моей кофейне придет много людей которые хотят приобрести эту кофейню кстати такую программу необходимо ставить каждый день и представлять будто очень много дорог из темноты ярких таких белых идет к вашей кофейне то есть кофейня шар к ней огромное количество дорог со всех сторон и со всех сторон идут люди но это не все они идут а вы представляете будто на каждой дороге лежит узелок и вы мысленно представляете будто вы каждый узелок этот развязываете и отбрасываете и таким образом продадите таким образом выполняйте такую практику ежедневно второй вариант когда очень сложно необходимо прийти в кофейню сесть в кофейне а перед тем как зайти в нее необходимо сказать ой что это за кофейня зайду сейчас после этого заходите туда говорили ой какой красивый прилавок ой какой красивый потолок ой какое красиво то ой какое красивое то следующая как сделать так чтобы торговать начала кофейня как сделать так чтобы эзотерика могла продавать что-нибудь и помочь торговать и так далее как вообще это все устроено первое необходимо чтобы ваша кофейня имела центр это очень важно вокруг которого будет раскручиваться энергия что это за центр это духовный элемент который вам чрезвычайно нравится какой то может быть духовный элемент что вы любите если человек любит виски поставить дорогую бутылку виски если человек любит семью поставить фотографию семьи если человек любит буду или любит иисуса христа поставить портрет или образ иисуса христа или будды случае если вы что-либо любите то этот элемент называется центром обязательно такой элемент должен находиться в вашем бизнесе и так ставите центр тот элемент который вы больше всего любите мысленно представляете будто вы поставили этот элемент и от него вверх и вниз пошла спица представили будто вверх и вниз от этого элемента пошла спица на расстоянии мысленно представляете будто тот элемент который там изображен допустим фотография вашей семьи вы их любите говорите ты мой зайчик ты моя жена любимая ты моя дочка любимая ты моя там внучка любимая ты мой муж дорогой и так далее представляете будут начинайте чувствовать к ним любовь или о великий будда я тебя очень люблю или мой иисус христос я чувствую твою любовь к себе или что-либо еще или бутылка виски там стоит а я такой виски люблю самая вкусная виски которые есть на земле целую эту бутылочку когда-нибудь я тебя выпью и после этого представляете будто как веретено начинает крутиться вот эта ниточка которая идет вверх и вниз и вытягивает из пространства темного которые находятся вокруг людей которые привлекаются в ваш бизнес это называется раскрутить бизнес если есть символ то можно в это место поставить еще и символ просматривая вашу кофейню я могу сказать что сын ее купил и скорее всего это было идеи где он нарушил одно правило это правило звучит так никогда не открывайте бизнес для того чтобы отдать долги никогда этого не делайте если открывать бизнес для того чтобы отдать долги то тогда деньги которые вы еще не заработали вы уже потратили бизнес любой который вы открываете должен иметь только одну идею эта идея она должна выглядеть так любой бизнес зарабатывается чтобы принести человеку радость каким образом деньги это не так важно 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 радость которую вы получите в тот момент когда вы эти деньги получите то есть случае если у вас деньги приносят радость то деньги будут вашей жизни притекать случае если деньги приносят огорчение то деньги будут от вас утекать почему огорчение тире оттолкнуть радость тире притянуть или радости мы рады огорчения нас смущают и мы от огорчений отталкиваемся что обычно привлекает в нашу жизнь материальное благополучие материальное благополучие привлекает если вас как центр бизнеса кто-то любит поэтому делает что-то для кого-то хорошее является элементом привлечения в жизнь материального благополучия и здесь человек говорит а что же значит делать хорошие не знаю выступайте как я на публике и желайте людям добра люди которые сегодня меня смотрят я желаю вам искренне добра пусть добро в вашей жизни появятся вы хорошие и вы достойны высшие силы сейчас мне передают вы достойны быть счастливыми пусть у вас в жизни будет счастье пусть будет милость божья и пусть она проявляется в вашей жизни создавая для вас но самые лучшие результаты жизни и так что сделать для того чтобы бизнес получался у человека и что необходимо знать для того чтобы бизнес получался человек должен знать что в элементе бизнеса должна туда течь любовь какая любовь не знаю любовь может быть из-за красивой женщины которая работает продавцом красиво оформленным магазином где это все находится или вашей любови поэтому один из самых лучших вариантов раскрутить свой бизнес на расстоянии чувствовать к нему а конкретно к этому магазину ощущение любви но любви мы ее не ощущаем особо как можно магазин любить можно вместо магазина представить будто там находится магазин это ваш маленький любимый ребенок или вы там маленький человек таким образом думая о том что там вы видите ребенка гладя такого ребенка вы наполняете сам магазин или сам свой бизнес материальным благополучием дри андреевич уважаемый да ладно так много я на этой неделе получил плохих комментариев заблочили мне канал люди да что с вами происходит но не тот я человек который хочет кому-либо зла я не являюсь тем человеком который хочет зла создает зло и думает о том чтобы сделать кому-то зла откройте глаза мой канал youtube он посвящен тому чтобы людям помочь почему врач который знает медицину во многом даже лучше большинства врачей говорю о том что можно завязать зеленую нить да не для того чтобы посмеяться над людьми болеющими зачем мне это смеяться это какая душа должна быть у человека который вдруг решил перед публикой посмеяться над больными людьми зачем мне это алё я это делаю из альтруистических соображений потому что человек у которого болит поясница или болит позвоночник иногда может находиться в таком бедственном состоянии что не к врачу обратиться не может не еще к кому-либо именно поэтому ей советы такие даю которые от под которыми вы пишете потом что они отвратительные я издеваюсь над людьми и не даю этим людям выздороветь вообще хочу сказать не нужно вам не видит человека который хочет кому-либо зла вам не этого нет не бывает этого я зло делаю только за деньги а бесплатно мне это не интересно но для того чтобы заставить меня делать зло нужно много заплатить просто так я его не делаю мне не нужно это я живу хорошо счастливо с любимой женой с прекрасными любимыми детьми моя жизнь прекрасная как в раю тут вот и так скажите пожалуйста что так сильно меня беспокоит с левой стороны под ребрами с левой стороны под ребрами вас не беспокоят органы вас продуло просто через окно потому что жарко вы окно открываете и вас продуло в это окно и сейчас вы страдаете межреберной невралгией поэтому смазывайте камфорным спиртом или мазью с ядами там пчелиным кабриным я не знаю какие еще бывают и это вам поможет также может помочь растирание просто камфорным спиртом уважаемый андрей андреевич вы говорили что путем приношения в жертву огромного количества человеческих жизней лютые злодеи могут ускупить свои грехи нет нет вы купить вы не так счет вы не то пишите вы не так услышали вообще лютые злодеи хотят жить дольше они хотят жить дольше грехи у них там их бесконечно будут и вот эти лютые злодеи они болеют онкологии и хотят чтобы это онкология они хотят выкупать выкупить свою жизнь стоимость жизни такого человека она вырастает в зависимости от стоимости его капитала так один человек может на протяжении жизни заработать не больше допустим там 300 тысяч долларов всех денег у этого человека допустим который болеет онкологией у него 3 миллиард 300 миллиардов долларов денег и такому человеку обычный человек которого 300 тысяч и он приносит жертву и эта жертва может выкупить его там куском красного мяса отданного собаки или брошенного в огонь а такому человеку который имеет огромное количество денег который своровал необходимо много жертв таким образом создаются войны где эти жертвы не убивают людей являются выкупом за жизнь такого вот никчим никчемного воришки брехуна и так далее и в этом тоже это конечно очень пугает это страшная история которая говорю но это такая вот жизнь знаете плохо это или хорошо вы знаете я отношусь к этому всему как пути то есть это путь одной из жизней я верю в то что человек перерождается я верю в то что человек перерождается не только в будущем а перерождается и в прошлом и человек который рождается имеет определенный урок который дает ему это жизнь эти уроки мы получаем постоянно если делаем выводы то есть если муж вас бросил и вы говорите я его прощаю но зачем же вы его прощаете если он был к вам жесток наоборот нужно было сказать это был плохой человек он делал мне в жизни много гадостей совершил много глупостей с ним была несчастлива больше с таким человеком жить я не захочу все похожий человек вашей жизни не появится просто когда вы говорите то я уже забыла я его простила все хорошо я хороший христианин и так далее но и вновь это будет появляться почему происходит вновь и вновь гадости потому что наше христианское воспитание большинстве своем говорит о том что нужно врагов прощать и дошло уже до того что их не только прощают их потом не идентифицируют и даже желают я читаю иногда пусть все враги будут счастливы как это пусть ее враги будут счастливы пусть все враги будут врагами пусть те кто убивал несет ответственность просто не негодяй подлецы они сволочи пусть все кто участвует в войне пусть все кто развязывает войну пусть эти все люди не имеют счастья имеют горе пусть они это горе чувствует каждый день пусть это горе съедает их семьи точит их коренья точит их судьбы и делает их несчастными во всех поколениях мы не должны этих людей любить они негодяи таким образом такие люди идентифицируются даже если они левым способом проникают а христианство она говорит о прости своих врагов нельзя такое прощать пусть негодяи будут негодяями просто это нужно тихонечко говорить себе тогда это с вами не происходит а то я об этом рассказывая люди потом пишут у меня в комментариях да пусть у меня украл тот а то кому вы пишете дуй кони бог скажите это богу скажите себе я причем я могу только научить а сделать мне в комментариях написать зачем я еще не в ранге святых не могу еще как петр просить напрямую у иисуса христа да и жить я не хочу как петр и закончить не хочу как петр это был его путь я не хочу такой путь умирать на кресте перевернутым вниз головой я хочу прожить как счастливый маленький человек у которого есть прекрасная жена я хочу утром просыпаться и и гладить и смотреть на ее губы и вечером засыпать и и гладить и смотреть на ее попу это моя жизнь знаете она мне нравится и у меня нет желания кого-то спасать я маленький человек зло практически непобедимо дальше открытие его вам расскажу милые мои смотрите человек человек устроен по какому принципу человек и человечество устроена по принципу где каждая клетка одна гибнет сумет человек рожден и хочет он в это верить или нет он со временем умрет смотрите любая система которая умирает рано или поздно она живет ради чего давайте я вам скажу она рождена ради того чтобы в дальнейшем прожить и умереть то есть это энтропическая система то есть можно сказать что наша жизнь устроена по принципу того что мы живем и потом умрем да и в нас в нашей жизни должны быть сегменты или элементы которые должны разрушать это правильно разрушение создает жизнь создает разрушение разрушение создает пищу для новой жизни и когда человек живет то он должен знать что процессы которые происходят в этим человеке обязательно должны существовать какие чтобы вас кто-то раздражал чтобы вы бесили чтобы вы нервничали чтобы деньги были чтобы вы объедали чтобы алкоголь пили общаюсь с очень богатыми людьми многие из них очень несчастны но если вы и злитесь на то что у вас не денег не можете купить и где-то голодайте то они злятся от того что кто-то чавкает у кого-то дорогая машина там к у кого-то муж красивый а у кого-то муж импотентах у кого-то жена холодная а у кого-то просто психи а кто-то наркотики употреблять и проблема одни и те же проблема отношений 20 над ними или у них неприятности с детьми и так далее тогда мир так устроен что мы непременно должны знать что что-то должно происходить в нашей жизни не должно происходить и разочарование и это все из промысел божий и когда вы говорите зло непобедимо то я не понимаю о чем вы говорите не понимаю не понимаю почему потому что точно так же естественно для человека совершать плохие поступки как и хорошие руководители римской империи вы наверно помните истории а извращенных извращенных пытках извращенных балах вы знаете что каллигула один из императором рима который был не самым страшным потому что о нейронии было сказано еще больше еще более страшных историй так вот он в свою очередь создавал приглашал знаменитых гостей приглашал их в зал после этого засыпав их розами уверен что никто не мог жить свободно и что убивали всех налево и направо если он говорит о том что прелюбодействовать плохо то ни у кого в голове не возникало об этом даже дой скорее всего это было налево и направо это мы читаем библии если он говорил о том что не укради то сто процентов было и налево и направо не укради и конечно же значимой фигурой был потому что он в очередной раз обычным людям сказал о том что этого делать не стоит а сам при этом у меня не стоит я говорю о том что здесь это мы осознавали каллигула先 я говорю о том что мы посетима рима как а вот у меня ремейный вопрос былatura атак и терминок и друзья вы знаете библии значит как оно дает ну что кроме того чтобы там было где-то что мы корректировали горшки подозжеseen это не может быть большим если бы что-то не нужно но не украдая вы это не знаете что это во время Субтитры делал DimaTorzok Рука об руку, рука об руку, утром говорите себе, не буду кушать, потому что я постоянно становлюсь толстым, у меня избыточный вес, разрушаются зубы, мое тело, костная система, опорно-двигательная, все из-за того, что я объедаюсь, и после этого какой-то человек. В одном обычном человеке зло и добро идет рука об руку, то что можно говорить о тех, у кого есть власть? Конечно, зло и добро, смотрите, чем больше власть, тем больше зла может сделать человек. А обычные люди говорят, а я добрый человек, да ладно. А ходить с кислым лицом и травмировать людей, которые вокруг вас находятся? Подойдите к зеркалу сейчас, посмотрите на себя. Вы создаете вид счастливого человека? Вы знаете, что есть люди впечатлительные, они видят несчастного человека, и у них сердце щебет. А какой вид вы создаете? Я иногда на людей смотрю, у меня создается такое впечатление, как будто они самые пугающие люди на земле. Иногда такие лица я вижу, бррр, бррр. И уверен, что это хорошие люди, у них души хорошие, но они своими лицами уже делают других людей несчастными. Не напрасно придумали паранжу, это хорошая была идея. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Если у меня появятся плохие комментарии, то это говорят о том, что я иду правильным путем, путем света. Когда человек говорит, вот зло должно победить, а вы кто? Вы добро? С чего вы взяли? Плохие комментарии, претензии к близким, грубость, ненависть, маты, хитрость, воровство, зависть, прелюбодеяние, нежелание, оскорбление. Вы 100% кого-то в своей жизни ненавидите на 100%. Это тоже грех. 100% хотите кому-то недоплатить или хотите где-то хамылем что-то забрать. Грех. И после этого, смотрите, но у вас сейчас доход, и вы управляете тремя людьми. А сделай вас сейчас руководителем страны, это увеличится, так ничего не произойдет. Просто сейчас вы хамылем у троих это отобрали, а сделай вас президентом, вы заберете у трех. Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше это Таиланд. Дальше хорошие страны, где Америка, но Америка, знаете, больше южная. Филадельфия, Массачусетс. Ну а северная больше, там Вашингтон, Нью-Йорк, это не очень хорошие регионы. Если вы переезжаете, то переезжайте или старайтесь ехать в Пенсильванию, Филадельфию, вот в эти регионы. Потому что обычно наоборот делают, едут на север, а на севере тяжелее будет жить. На севере чуть-чуть другой иммунитет и к приезжим не очень относятся. Не очень хорошие страны и очень жесткие страны не всегда подходят. Канада, Норвегия. Хотя Норвегия очень хорошо относилась к беженцам. Сейчас эти законы полностью аннулированы. И если человек переезжает сейчас как беженец из Украины, то буквально 2-3 страны может помогать этому человеку. В большинстве своем сейчас лояльно и хорошо относятся к беженцам с Украины. Это Америка. И это... ... 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 13 14 15 их не нужно будет направлять эти дети заложенной программы реализации их реализация этих детей будет удивительно они сами выберут себе и куда поступать и кем быть почему они уже гораздо эволюция и эволюционировали а здравствуйте хорошего дня а я куем андрей андреич могу ли я использовать такой момент и пройти с вами третью ступень первые ступени слушала в свободном доступе да можете валентина валентина прошла дыкелька обрядив то санга я слухаю шум измин сутки в их на мая супер прохожу калача кружева предскажите обзор бы то чтобы зрушить из места дякую милые мои друзья вы должны знать что любая магия которой я обучаю она связана с концепцией нашей школы философии эта философия которая начинается с прохождением первой ступени и и и другое любимый раздражает горе испытал и тогда то есть человек все время он живет по принципу либо в горе либо в радости либо и вот эта радость которую можно еще и накопить является тем инструментом которые радость может дать радость от денег радость от отношений радость от замужества радость построения жизни радость событий радость еще что-то а вы пытаетесь чем чем сделать и построить я объясняю себя на ступенях поэтому испытать радость еще не вариант для того чтобы радостью пользоваться нужно ее где-то накапливать вот это где она накапливается называется котлы есть радости разные еще есть радость от вашего тела радость от ваших чувств радость от вашего сознания радость без ничего возникающие и вот эти все элементы радости они могут накапливаться в разных элементах или в разных местах и не вшим ся в жизни человека компонентом где какой-то орган начинает плохо работать это приносит боль страдания и так далее это связано с многими причинами есть целый мой семинар называется целительство где три дня или два дня обучают целителей как правильно исцелять там я рассказываю два с половиной или три часа о том как возникают болезни как они проявляются из-за чего это возникает как это останавливается в каналах где это возникает там и каким образом это формируется поэтому вот так однозначно почему да что я не скажу но могу вам четко сказать что избавляться от заболеваний можно разными путями это я тоже рассказываю в этом семинаре один из самых простейших методов избавления от всех заболеваний опять-таки заболевания бывают заболевания ветра заболевания хора холода заболевания горячей заболевания холодной это с чем связано ну вот смотрите заболевание когда много жидкости когда человек отекает связано с тем что он имеет огорчение заболевания которые связаны с кровью связаны с тем что человек никого не любит ненавидит не может выговориться заболевания которые связаны с огнем связаны с тем что человек лечили свет и прошло время пока в студии наладили потому что нужно было подключить генератор это болезнь от себя отгоняйте бьете ее прогоняйте и так далее вот это обряд такой он очень эффективно работает который может помочь избавиться от самых тяжелых заболеваний а то что человек не курит и не пьет но он же огорчается также есть плохую еду есть еще радиация человек думает что в случае если он будет там очень хорошим добрым он не сможет болеть так мир устроен знаете есть есть генетические обусловленности и и и и и и и и невозможно когда человек говорит мой дедушка не болел он болел чем-то не болел чем-то так мир устроен также у одних есть отягощенная генетикой физиология у других людей отягощенная местом пребывания есть места допустим там винницкая область липецкая область там допустим то тот же самый майами везде высокая радиация знаете и ну много есть мест таких где очень высокая радиация есть места где у и и и и и и и и Водичка чистая, чтобы была в жизни. Поменьше кофе, меньше алкоголя, полноценный сон, в небольшом количестве фрукты, отсутствие рафинированного сахара, дыхательные упражнения без каких-то бешеных активных нагрузок, периодически, даже если не интим, то хотя бы тактильные какие-то обнимашки, разговоры, коммуникация без каких-то нервных состояний, отсутствие агрессивной информации и так далее. То есть человек должен вот более... В том, что бывает и какое-то изменение в виде вот таких моментов в жизни. Елена Журтана. Идет нехорошая еще такая, еще нехороший период и он будет длиться, вам нужно перетерпеть аж до, наверное, ну где-то около восьми месяцев будет очень сложно у вас. Сложный период. Ничего страшного. Верьте, что все будет. Работы с солнцем, работой с луной, с чакрами даже. Очень интересный такой, мягкий. Вы еще не были, не тяните, пройдите хотя бы вчерашний. Его можно приобрести в записи, он еще работает. И будете очень-очень приятно удивлены. Вы должны знать, что каждый семинар, который я делаю и создам в будущем, это эволюция. Моя эволюция возможностей, эволюция энергии, эволюция способностей. То есть, если меня рассматривают в 2013 году и в 2024 году, это, конечно же, разные люди, потому что опыт, сын ошибок трудных и навык. И семинаров убрал, а новые, то больше, больше семи. И это называется кальциевое остеофитное новообразование. И оно связано. Чем убирается? Убирается это можно оперативно, а можно это использовать, допустим, ультразвуковую терапию. Есть масса методов. Я считаю, что это 100% не рак, и вам не нужно панически к этому относиться. Ну, что это с вами? Нет, все лечить можно. Здравствуйте, пожалуйста, какое значение имеет зеркало напротив двери? Большое спасибо. Зеркало напротив двери нехорошо цеплять. Серьезно. А также нехорошо цеплять зеркало на кухне. Зеркало на кухне, нельзя цеплять зеркало в спальне, так, чтобы на него любоваться. В случае, если у человека, что дает зеркало? Зеркало ворует. И вот ворует вход. И к чему это приведет? Приведет к тому, что никто ходить в гости к вам не захочет. Дети не захотят приезжать к вам в гости. Вам будет очень неприятно приезжать к себе домой или приходить к домой. Будет вот такое ощущение. И оно будет не сильно приятным. Поэтому зеркало напротив двери лучше цеплять не нужно. Мое мнение такое. Вы должны знать, что зеркало забирает. Поэтому и у зеркала просить ничего не стоит. Почему? Забирает в мир неорганический. И это не связано с миром, который связан с астралом. Если кто-то говорит, что это связано с астральной энергией, не верьте. Это с астральной энергией не связано. Это связано с миром неорганическим. Что может вылезти из мира неорганического? Мир неорганический в нашем теле представлен как кальциевая система, из которой состоит наши кости и наш череп. И если человек очень долго смотрит в зеркало, то в какой-то момент он сможет увидеть кальций или сможет увидеть себя в виде скелета. Потому что он проявляет неорганическую систему нашего тела. И в ней видно неорганика. Если любоваться в себе и говорить «Ой, какой красивый! Ой, какой красивый!» То вы сглазите себя и в вас красоты никто не увидит. Если вы будете смотреть на себя и говорить «Ой, я такая толстая, такая толстая!» Похудеете. А если будете говорить «Я такая красивая, такая красивая!» «Как же я хороша!» Все сглазите. И вот это «Я такая красивая!» другие люди перестанут замечать вот что мне нужно делать для того чтобы люди не замечали во мне моих больших ушей я каждый день становлюсь и говорю какие у тебя большие уши какие большие уши и вот видите вы сейчас смотрите не видите что у меня такие большие уши шучу кому я не нравлюсь этого нет вкуса не мерченко татьяна витая андрей андреевич у дочки плацента бедненькая закрываю маточный канал доктора кажут чем можливо придется робить и кесарева чим можно на це якось пленути за допомогою эзотерики вона хочет родить сама да можно необходимо вот так гладить по животу и говорить ляг как нужно найти контакт с этим ребеночком сказать ты мой зайчик ты мой родной к плаценте нужно обратиться сказать ты плацента охраняешь ребеночка открой нам ворота сделай так чтобы он лежал хорошо ребеночек повернись как нужно лежи хорошо чтобы не прижимала плацента и так далее это все может делать мама вы ее можете положить на бочок и вот так приподнимать с одной стороны немножечко животик и мысленно представлять будто там где лежит плацента и которые соединяются с маткой и вернее не с маткой а с маточным каналом шейкой матки как будто вы ребеночка подвигаете а там как двери такие только двери не открывайте а представляете будто двери закрыты мешком с ребенком и представляете будто вы мешок от дверей или коробки от дверей отодвигаете может ли это помочь да может мария мне прошла санга 78 подскажите выдули замуж в этом году милые мои зайчики когда вы говорите я прошла санга я 78 это говорит о том что вы просмотрели это санга и выполнили упражнения обряды вместе со мной я хочу еще раз вам сказать в случае если человек живет по принципу воли то это говорит о том что он сам создает события в своей жизни если вы хотите чтобы события в вашей жизни происходили то вам нужно практиковать такое санга я хотя бы три раза в неделю и скорее всего если нет никакого предназначения выйти замуж и никак ничего там вам не светит скорее всего со временем возможно через три тире 7 месяцев постоянных практик которые связаны с этим санга я могут вам помочь выйти замуж если вы один раз просмотрели и считаете что это как-то изменит вашу судьбу в скором времени большой процент того что ничего и не произойдет дело в том что ваш организм он адаптируется энергетика адаптируется много чего происходит и этот процесс длительный почему видимо от того что вы до сих пор не вышли замуж формировался какой-то процесс он формировался внутри вас он формировался в виде паттернов воспоминаний общения с кем-либо коммуникаций и сформировал четкий вот такой условно это выглядит как большую большое количество камней которые засыпали реку в которой должен приплыть ваш жених на белом коне стоящим в лодке и что вы делаете при помощи санга вы думаете что вы взяли жениха и поставили нет нет вам необходимо эту реку открыть и каждое произнесение кода в каждый обряд это выкладывание по одному камню из реки так вот камни из реки достанете а уж после этого нужно ждать когда он приплывет чтобы новые камни не образовались вот так это все и устроено поэтому скорее всего зайчики если вы прошли и ждете волшебного хлопка нет эзотерика этот пути это работа воли человек в этом году замуж выйдете нет вас и лути в андрей андрей а мне очень надо но это тогда вопрос не ко мне василь лути андрей андрей ученик школы что мне сделать чтобы наконец запустить новый финансовый результат своей жизни и начать зарабатывать с легкостью для себя и с пользой и ценностью для других людей вот это что вы сказали за для других людей не ставьте никогда задачи забудьте об этом больше никогда не думайте никогда не ориентируйтесь для пользы других людей это вас не касается почему никто не хочет чтобы вы были полезны кому-либо спросите у каждого человека который идет навстречу вас подойдите и скажите ему я хочу принести тебе пользу чем я могу быть полезен скажут ты сумасшедший не нужно ориентироваться на то чтобы принести пользу а на что нужно ориентироваться на сегодняшний день любой бизнес который может заниматься человек может быть успешным каким образом это формируется какие есть категории этого всего вы должны знать правило первое деньги текут только к тому человеку которому течет любовь но кто же может о вас думать постоянно и любить вас постоянно это могут только очень близкие люди жена ребенок и даже собака люди которым вы можете обращаться ежедневно через экраны телевизоров тоже могут к вам относиться хорошо поэтому записывайте видео там со своим товаром и тогда что лучше всего сейчас для людей в их исходя из всего находитесь в украине что лучше всего делать вы должны знать что до начала с войны с войны было огромное количество российских компаний которые имели производство у себя и продавали в украине сейчас этих компаний нет я открылся рынок этот рынок он большой этот рынок который в котором как ни странно нуждаются люди это рынок продуктов питания изготавливать продукты питания рынок изготовления будь чего потому что рынки сейчас на украине пустые в украине вернее повыезжали люди которые занимались бизнесом повыезжали люди которые занимались завозом товара повыезжали люди которые там чем-либо за ним занимались производством повозили предприятия и эти рынки сейчас свободны вы можете смело заниматься абсолютно любым производством даже мелким это будет получаться каким конкретно любым от изготовления кирпичей до изготовления лекарственных препаратов все зависит от того сколько у вас денег как научиться или что делать я вас прошу взяли сахар после этого взяли аппарат купили который называется стекеровочная машина и начали выпускать стекеровочные саше с медом или сахаром или с перцем или солью или еще с чем-то или еще чем-то теперь ваша задача 2 у вас есть товар теперь начните его продавать выступайте перед публикой можно научиться делать мыло в домашних условиях можно научиться делать моющие вещества купили куб там он стоит недорого в кубе это все смешали разлили в 5 литровые банки выступили в тик токи говорите вот такая 5 литровая банка будет стоит 200 гривен себестоимость 7 плюс бутылка будет еще 5 12 гривен вот можно продать но по 200 но я не знаю можете по 100 продавать будет быстрее продаваться плюс отправка можете говорить бесплатно и так далее это все можно делать это сейчас легко и так коммуникацию выходить и говорить о том что у вас это есть чтобы вас смотрели дальше производство как научиться что-либо делать можно посмотреть в ю тубе и желание конец люди говорят а как же документы чп и так далее ой я вас прошу если чп открытие не платить то штрафует на 4000 гривен а если у вас нет чп и придет какая-нибудь служба и скажет у вас нет чп и вы торгуете почему вы это делаете вы можете сказать ну хорошо я не знал можете меня штрафовать штраф будет 800 гривен но заберут у вас две банки ваших моющих и а штрафует вас на 800 гривен конец тогда что интереснее тогда интереснее вообще без ничего доброго вечера шановный андрей андрей счастлива что навчаешься такого выдатного читера дьюкож не зустричи с вами сын же два года в разводе че женится еще будут диты так и выйдет и женится и дети будут еще скорее всего да все нормально начинать ли мужу заниматься снова бизнесом начинать будет получаться расскажите пожалуйста как вы учились понимать живопись покупал книги по живописи покупал смотрел программы когда человек человек выбирает для себя постоянно информационное оснащение жизни одни люди любят кино смотреть одни люди любят читать есть люди которые просто ничего не хотят никакой информации я тот человек который не может жить просто так меня не вдохновляют кино я не могу смотреть на сцены красивые даже сцены там оголенных телу там создающих страсть или переживания мне этого не нужно потому что в моей жизни я просматриваю людей мне кино своего хватает а интересные такие интересные есть темы которые меня вдохновляют допустим одна из те из интересных тем это живопись как ее понимать в свое время я посмотрел цикл программ я люблю цикл программа музыки циклы программ о живописи начала формироваться свое мнение подписался на какие-то сайты купил книги не торопясь эти книги начал читать там вот интересная книга сайте очень много есть ребека сайте очень много есть такой информации которая доступна сейчас каждый человек может стать экспертом плавно сначала получать информацию разбираться там как начинается обучение живописи как вообще ее воспринимают воспринимают сначала по каким-то ключевым категориям эти ключевые категории там как ты ощущаешь сам цвет то есть она горячая или холодная создает тепло или нет как ты ощущаешь ее как колючий или как гладкая ты ее ощущаешь как вдохновляющие или подавляющие то есть ориентируешь ее на чувство и начинаешь по чуть-чуть понимать потом вторым элементом было это допустим ощущение что вот тебе что-то непонятно и ты начинаешь читать об этом художнике допустимо пабло пикассо начинаешь читать это как интересную книгу где он жил какая была история его жизни с чем он сталкивался в жизни где он находился там в италии его период испанский период когда он нарисовал знаменитых купальщиц которые вот так вот кричат потому что они никому не нужны с этими мячиками знаю что война и так далее картина которая нарисована как теплая картина красивая таких полу обнаженных женщин коряво изображенных создает иллюзию такую что в общем-то война и он об этом через эту картину пробовал кричать как бы все кричит но женщина все равно остается женщина ей все равно хочется радости но не понимает что это все подавляет обычных людей которые видят знаменитые картины пабло пикассо купальщицы обычно это шокирует после они говорят да что же это такое тоже мазня какая-то на самом деле если вникнуть в работу каждого художника то можно очень много увидеть совершенно других что можно увидеть живопись она так устроена что живопись она не дает увидеть в ней нужно ощущать чувство видели когда-нибудь людей которые садятся возле какой-либо картины и сидят и чего-то смотрят и чего-то ждут как вы думаете что они ждут дело в том что многие ждут чувство которое возникнет и она может возникнуть невербально через подсознание не дающиеся сознанием так иногда возникают чувства какому-то полотну и почему это полотно нравится потом объяснить себе человек не может и это такая особенность чем больше людей появляется которым нравится определенное чувство которое передается полотном тем знаменитие в дальнейшем становится полотно почему появляется полотна которые стоят очень много денег свое время компания открылась которая оценивает полотна в этой компании была совместная работа одновременно знаменитых банков которые покрывали стоимость этих полотен и или выкупали для этого аукциона и людей которые занимались оценкой вот этих полотен и стоимостью проводя определенные проводя определенные аукционы и начали появляться полотна которые покупались за чрезвычайно большую стоимость за для чего это делалось дело в том что это обычная схема она выглядит следующим образом берется оценщик и это оценщик после этого берет и делает полотно которое он приобрел за тысячу долларов но исходя из знаменитого имени берет и ставит за него стоимость и эта стоимость допустим может стоит там 20 миллионов долларов после этого он тот человек который берет кредит в банке и берет кредит в банке и заставляет это полотно после этого банк дает кредит под это полотно 20 миллионов долларов и полотно фактически оцененное за 20 миллионов долларов является залогом которое было оценено за 20 миллионов долларов после этого банк забирает полотно за 20 миллионов долларов которые на самом деле так дорого не стоит выставляет его на аукционе за эту стоимость и конечно же его никто не покупает и она потом переходит куда-нибудь в такое место где его никто больше никогда в жизни не увидит скорее всего переходит в какие-то частные коллекции банкира деньги эти они между собой делятся и так далее плюс в этом всем участвует страховые компании тогда таким образом это появляется такая схема и эти схемы они до пары поры времени работали сейчас все понимают что это схемы и конечно же с улыбкой уже к этому всему относятся обычно это неудавшиеся полотна которые неудавшиеся неудавшиеся или непродаваемые полотна но при этом художников которые при этом имеют сверх такое яркое выраженное имя огромное спасибо за вчерашнее занятие посмотрите получалось построить гармонизатор да она мне карма рода из-за этого я так сильно болею я один и рода остался так и есть скорее всего так и есть за грехи рода отвечаете так и есть андрей поэтому и не получается так легко вас выкупит алла примак спасибо за возможность учиться моя спасибо вам подскажите получится у меня развестись переехать жить другой города муж обижал наркоманию его в реабилитационный центр закрыли вы правильные поступили андрей андреевич на ивана купала всегда разжигали костер и прыгали через него в одном из вебинаров вы сказали что через костер нельзя прыгать можно слышать об вас об этом обычаи случае если у вас есть очень много женщин или мужчин и вы хотели бы с ними еще жить если у вас есть любимый человек то попрыгайте через костер и этот человек перестанет о вас думать навсегда в случае если вы холостая молодая девушка хотите быть хотите новых отношений новых связей то прыгайте через костер поэтому все порядке доброго вечера шановная андрей андреевич доброго вечера может уже сегодня не будет нет нет она появилась еще сегодня будет итак щиру дякую вам за вашу працю пока еще корыстую сяки дает и сын вы выпивая вы помогая аллене надолго зроби чем я могла заплатить и трошки не получается я не знаю что вы сейчас написали мне вы что хотите чтобы я сделал помог вашему ребенку бросить пить я к сожалению знаю как это сделать но вот так во время прямой трансляции не сделаю почему не знаю ни имени ни фамилии ничего не знаю хотите проведем отдельный вебинар и я помогу избавиться от алкогольной зависимости и наркотической зависимости и сделаю это для всех но я не могу это сделать бесплатно хотите сделаем плат живу в словакии останусь с мужчиной с которым сейчас встречаюсь он иностранец если встречаетесь и спите скорее всего да какое направление деятельности мне выбрать дополнительно подучиться чтобы эта деятельность приносила удовольствие и финансы не много ли вы хотите и удовольствие и финансы так обычно не бывает получится логистика транспортная финансовая транспортная и складская вот все что связано с таким бизнесом получится таможня будет получаться волнуюсь за старшего сына 33 года всегда дома после работы не встречается ни с кем найдется ли его девушка найдется все нормально будет милиционером скорее всего скажите сейчас появился психологический метод метод легализации правды хотелось бы услышать ваше мнение в целом то о чем вы сейчас сказали мне является прямо самой настоящей сектой нового разлива такая секта она заставляет людей верить заставляет людей быть а социальными и заставляет людей верить в их собственную построенную концепцию правды и и такая вера или вот такое стремление и попадание в такую секту в дальнейшем хочет человек или нет заставляет человека быть а социальным и страдать что я об этом хочу сказать она в дальнейшем может повлечь тяжелые результаты для тех людей которые сейчас верят в это и занимаются этим аккуратнее мое мнение мое не положительное ирина буду вдячна вам за вид поведете кейс ферри можно максимально рельс но о чем вы какие сфере подстригайте здравствуйте кристина 32 года отношений давно нет все говорят нужна семья рождение детей это путь который нравится богу богу нравится ваша жизнь просто живите есть такие женщины которые не могут выйти замуж для чего им это или родить детей это путь который выбирает женщина это путь высокой духовности он написан махабхарате и тоже имеет быть отношения не приходят жизнь мы мне положено быть одно или период такой период такой вы замуж выйдете порать то будь ласка и затричный метод чем знаете котика положите тарелочку дома и каждый день зовите возле тарелочки горит и мой зайчик из кис кис вернись к нам кис 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 и вернется если в семье проблемы с деньгами иногда скандалы и прочее получается люди живут не душа в душу получается что не в любви нет люди бывают что живут и не душа в душу дело в том что люди разные у женщины из-за похудения может отсутствовать либидо она не хочет интима у мужчины из-за тяжелой работы может наоборот присутствовать желание там бесконечное на этом фоне женщине не хочется мужчине хочется могут происходить скандалы но есть еще душа несмотря ни на что есть секс или нет есть деньги или нет берегите душевные теплые отношения взаимоуважение и терпеливое отношение к тому человеку с которым вы живете под одной крышей находите чувства и ставьте эти чувства и теплые чувства ставьте превыше всего остального превыше денег превыше секса теплые чувства нравится не нравится он все равно рядом с вами поэтому люб не можете любить как мужа любите как брата не можете любить как брата любите как отца вы у вас же с отцом не было секса не было но вы же его любили но любили ну так и мужа тогда так любить нету там можно любить просто как самого близкого человек а там все остальное претензии плохо зарабатывает там как-то себя ведет там хамит и так далее ну и отец у вас тоже хамил там или там друг когда-нибудь хамил ну что ж на это надо сразу так обижаться чувства надо чтоб чувства были ищите возможности чтобы эти чувства были теплые чувства друг другу они привлекают жизнь материальное благополучие я желаю вам счастья извините за то что наш семинар сегодня чуть-чуть прерывался пусть у нас всех будет все хорошо любви вам ваши семьи пусть ваших семьях будет любовь и теплота пользуясь случаем хочу пригласить вас на свой марафон мой марафон который будет посвящен здоровью это 14 дней индивидуальной работы я обещаю что после этого марафона ваши близкие бросят пить и курить а также вы бросите пить и курить и я обещаю что на этом марафоне я сделаю все для того чтобы вы избавились от самых тяжелых заболеваний обещаю вам что на марафоне этот марафон пройдет под элементом который будет называться вау-эффект вот этот вау-эффект будет происходить ежедневно я вам помогу я уже знаю как работать ярко поэтому жду вас всех приходите для того чтобы получить вау-эффект где и как записаться на марафон после того когда закончится данная трансляция вебинар я оставлю ссылку по которой вы сможете перейти и зарегистрироваться на участие в данном марафоне еще раз большое вам спасибо за участие до свидания на этом наш семинар закончен я